Гость в студии 14.10 в Нижнем Новгороде. Добрый день всем, кто настроен на 99,5 FM. С вами Татьяна Мальцева и не одна. Дело в том, что в последнее время очень принято ругать современное образование. Ну, можно его, конечно, ругать, а можно заполнять пробел в образовании. Именно этим занимается наш прекрасный арсенал, который организует цикл публичных лекций, направленный как раз на популяризацию науки. В рамках этого цикла в Нижнем приезжают очень маститые ученые. Один из них сегодня с нами в прямом эфире доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики поведения Института физиологии имени Павлова Ран, Дмитрий Жуков. Дмитрий, день добрый. Здравствуйте, здравствуйте, все нижегородцы и прочие люди. У вас у самого как ощущение? Наши пробелы в образовании вообще можно заполнить? Или это уже такие лакуны, что безболезно туда сыпать, сыпать знания? Все равно пустота. Извините, я просто скажу, вот маститом меня еще не называли, мне очень приятно. Спасибо. Пометьте, сделайте пометку. А теперь к пробелам. Да, к пробелам. Ну как, конечно, можно заполнять, и некоторые вещи, конечно, нужно знать. Их вообще, мне кажется, стоило бы преподавать в школе, но, к сожалению, биология в школе, это, конечно, ужасно и совершенно неправильно. Там все рассказывают о паразитах, о том, что надо мыть руки и не пить водку. Там еще решают задачу на генетику, например. Ну, это уже такое-то подвинутое. Но вот когда самым детям начинают рассказывать, нет, чтобы рассказывать о том, как замечательно многообразна природа, как много в ней удивительных существ, в том числе и нас с вами, какие мы все разные, мужчины и женщины в частности. Вот. Вот это как-то совершенно мимо проходит. И стоило бы... Ну, это не моя. Вне моей компетенции, как говорится. А почему? Вот подождите, кто вообще становится авторами учебников? Так я учебник пишу или книга, но не я же составляю учебную программу. Школьную программу, да. Да, вот. Там есть люди, которые на этом сидят. Которые знают лучше. Вы сегодня будете читать лекцию с названием прекрасным просто. У нас вся мужская часть редакции сегодня хлопала в ладоши. Называется она «Ошибки феминизма». Давайте сначала ваше определение феминизма. Что это такое? Нет, я хотел сказать все-таки, извините, я не буду сейчас определение давать. Я назвал лекцию «Половые различия поведения человека». Но организаторам лекции показалось, что это очень заумно и скучно. Они просто побоялись вдруг кто-то не увидит слово «поведение», и тогда придет такая толпа народу, что арсенал не вместе. Вот. И, значит, давайте, говорит, как-нибудь живенько. Я говорю, ну давайте живенько уж совсем назовем, назовем так, дуры ли бабы? С попросительным знаком. Нет, говорят мне организаторы, это слишком. А надо было рискнуть. Вот. И говорю, ну придумывайте сами. Он говорит, ну давайте ошибки, ну хорошо, пусть будут ошибки. Тогда возвращаясь к вашему авторскому названию «Половые различия поведения мужчин и женщин». «Поведение человека», да? Они есть. Вот это вот уже просто аксиома. Вот, просто вот. И основная мысль, которую я сегодня буду доносить, и в книгах я об этом пишу, что часть различий в поведении мужчин и женщин, они детерминированы биологически. Уже новорожденный мальчик и девочка отличаются. Мозг разный у нас, у новорожденного человека. И можно как угодно с этим спорить, но это факт, да? У нас две руки, две ноги и разный мозг. И разный мозг у мужчин и женщин, вот. И это показано не только в экспериментах, в наблюдениях за человеком, потому что, к сожалению, возможности экспериментов на человеке, естественно, ограничены поэтическим соображением. Мы не можем многие вещи делать, но у животных-то многие различия, которые мы прослеживаем в поведении мужчин и женщин, а они прослеживаются и в поведении самцов и самок, тех животных, с которыми мы можем проделывать всякие штуки. Исходя из того, вот из постулата, что мы различны, означает ли это, что в современном мире мужчины и женщины должны себя вести по-разному и не делать из этого нечто вот удивительное? Так они и так ведут себя по-разному, и в этом нет ничего страшного. Помните этот лозунг «50% женщин в руководящей кадре»? Ой, ну это ужасно, это ужасно. Понимаете, вот тут вот такая вещь очень важная, что люди путают одинаковость и равенство. Это вот отмечали еще... Во-первых, в середине XX века замечательный психолог Эрих Фром отметил, что люди путают, смешивают понятия одинаковость и равенство, где ставят между ними знак тождества. Это неверно. То же самое отмечали еще сами французские просветители, которые придумали вот этот вот знаменитый эгалите, принцип эгалитаризма, равенство прав. Они же отмечали, что вот, к сожалению, многие путают равенство с одинаковостью. Люди все разные, все разные врожденные особенности существуют. Это такая вот, понимаете, ошибка методологическая. Полагать, что человек, он рождается вот такой вот чистой доской, табулы разой, и из него можно воспитать все, что угодно. К сожалению, опыт, неудачный опыт построения социализма и коммунизма вот показал, что почему коммунизм провалился? Потому что не удалось воспитать нового человека. Коммунисты считали, что можно, а оказалось нельзя. У всех людей есть врожденные потребности, в том числе в комфорте. Вот. И в том числе есть разница между мужчинами и женщинами, и часть из них врожденная. Часть, конечно же, обусловлена культурой каждой. Это отмечали давным-давно еще Геродот, который писал 2,5 тысячи лет назад. Он приехал в Египет и потом записал, что а у египтян, смотрите, у них все не так, как у нас, у греков. Там у них женщины торгуют на рынке, а мужчины сидят дома, занимаются домашними делами. Вот какие-то вот особенности, они обусловлены, естественно, конкретной культурой, в каком обществе, вот, значит, разные традиции существуют. Но есть и такие различия, которые являются врожденными, и они имеются не только, подчеркиваю, у человека, но и у животных. Вот об этом я буду сегодня рассказывать. Причем, насколько мы понимаем, сильные стороны есть у любого человека. Совершенно верно. В виде зависимости от того, с кем ему повезло родиться, надо их просто использовать. Совершенно верно. Вы абсолютно правы, правильно. В некоторых ситуациях женщины гораздо лучше ведут себя, гораздо более адаптивно и приносят гораздо больше. Это, например, в каких? А в тех ситуациях, которые... Единственная ситуация, в которой мужчина имеет преимущество перед женщиной, это ситуация большой новизны, стресса, который вызывает стресс, когда нет готовой программы действия, когда вот какая-то вот... То есть все первооткрыватели. Туда женщин нельзя пускать абсолютно, в первооткрыватели. Потому что они сразу паникуют. А зато мы тактики, мы потом... Правильно, а потом, а во всех случаях... Вот первый полет Терешковой был крайне неудачен, она очень плохо себя вела. Но теперь, когда прошло сколько уже лет, как человек летает в космос, и это стало обычным делом, женщины отлично летают в космос. Они летают и командирами экипажей, и туристами. Вот, никаких препятствий. Потому что уже новизна исчезла. Вот. А вот в ситуациях, как чреватых, вот какими-то неожиданностями, вот там должны действовать мужчины. Во всех остальных случаях женщины гораздо лучше себя ведут. Главное отличие женской психики – это пластичность ее, в отличие от мужчин. Приспособимся мы к чему угодно, да? Да, совершенно верно. Женщина и самки всех животных приспосабливаются гораздо лучше к новым условиям. Гораздо лучше, чем мужские особи. Слушайте, Дмитрий, а можно ли тогда как-то от обратного выйти? То есть, если мы видим некое государство или некую компанию, некий там офис, где большинство должностей занимают женщины, то можно говорить, что вот у них уже, значит, все стабильно, все устоялось, все ровно, раз женщина там себя чувствует комфортно. Или здесь не работает вот это обратное? Ну, я бы так не сказал, потому что существуют традиционные какие-то профессии, в которых большинство женщин подавляющие, например, психологи. Это не только в нашей стране. В Германии то же самое. Это девичья специальность. Там учатся, ну, 8 к 2 примерно девочек. Мальчиками, соответственно, потом работают на факультете. И потом вообще вот все психологи, которые очень много теперь стало, это все женщины. И поэтому, ну, куда? Естественно, там у них и гинекократия на факультете. Деваться некуда, сказал. Дмитрий, вы биолог, вы понимающий, что поведением нашим иногда командуют совершенно не какие-то не внешние факторы, а внутренние. Сам себя где комфортнее чувствуете, в мужском коллективе или в женском? Или в смешанном? Нет, конечно, в смешанном, потому что с женщинами приятнее, а с мужчинами проще. Вот под этим девизом можно сегодня жить просто. Выбирайте, с кем вам проще, а с кем приятнее, и получайте удовольствие от того и от другого. Подробности все сегодня на лекции, которую организаторы, в отличие от автора, решили назвать ошибки феминизма, но в любом случае речь пойдет о различном поведении среди мужчин и женщин, обусловленных нашим биологическим происхождением, если я правильно понимаю. Совершенно верно, да. Потому что мы такими родились. Приходите в 7 часов в арсенал. В арсенале в 7 часов вечера лектор Дмитрий Жуков, доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики поведения Института физиологии имени Павлова РАН. Мы вам желаем аудитории благодатной, чтобы было с кем подискутировать, чтобы вопросы сыпались. Спасибо. И спасибо, что нашли время зайти к нам на НН-радио. Счастливо. Вам спасибо и пока. Хорошего дня. Все феминистки вздохнули, поняли, что никогда мы не станем с мужчинами одинаковыми. Нам это и не надо, потому что мы давно уже с ними на равных. Впереди на НН-радио информация. Здорово, гордо.